Добрый вечер, друзья! Просто тут так случилось, что Наталья и Александр, они приехали с Красноярска и они переехали вот сюда жить. Ну, не в станицу Есенскую, а в Челбасскую, там у них там своя станица, свой дом они оформляют. И вот он мне сейчас, мы разговаривали, Александр правильно абсолютно поступил, что он приезжал сюда с жилой на разведку, но детей тогда не брали, сами, и всеми детьми, да? Сын был. Маленькая-то не была. А, маленькая-то еще не родилась, да. И, короче говоря, они сделали разведку и после этого сейчас вот приехали, решили, и вот два месяца уже будут владельцы дома в станице. То есть поступайте именно так, как вот они поступали. Вот сейчас разговариваем о всяких вещах, там, вот я советую и всем всегда, что оформление дома лучше заканчивать уже после того, как хозяева уедут из дома. Это очень важно, что не надо делать так, чтобы оформили дом, и старые хозяева продолжают жить в доме и как бы собираются. Потому что там они уже знают, что они продали, и у них руки развязаны, не могут еще с собой захватить. И твой автомобиль даже. Здесь они любители этого. Вот. Но такие пироги. Были на море? Да. Да, заехали и купались. Вот как от гостей заехали с моря. Ну и как море мелкое наше вот это понравилось, нет? Для детей прям идеально. Потому что многие говорят только шереком купаться там. Нет, нормально. Нет, чистая, чистая. Но вы до Есенской переправы доехали? Да. Рядом? Да. Они хотели добраться, может быть, до Есенской косы, но у них не получилось. Да, там, там и нет. Да, еще Сашка приехал на японцев автомобиль, они сами за своим ходом поехали. Поехали. Пять тысяч километров. Пять тысяч километров своих. С Красноярска. С Красноярска. Вот так. Вот на такой вот машине с Красноярска они и ехали сюда. Все, пока. Разные судьбы, разные люди. Когда-то кто-то решается на переезд. Кто-то всю жизнь мечтает, но так и не переезжает. Сейчас вот опять с банка звонили. Вам хотим предложить кредит. Ну, к вам всем так звонят и говорят. Возьмите наши денежки. Да, не ведитесь, друзья. Ладно, дальше пойду. Доброе утро, друзья. Доброе мирное утро. Так как 22 июня, вы знаете, какие события произошли в 41 году. И я поеду сейчас на открытие, на церемонию открытия памятника в станице Новодеревянковской. Там мой друг Александр, как художник, автор памятника, открывает. Сегодня будет торжественное открытие памятника, посвященное памяти даты 22 июня. Поэтому поедем, посмотрим, друзья. И поснимаем в станицу Новодеревянковскую. Поехали. Ну, что же, мы прибыли в станицу Новодеревянковская. Сейчас подъедем к центру. Я вижу, здесь уже все готово. И мой друг Сашка идет. Привет, ты, тебя. Давно не видел. Памятник у нас находится здесь, под тканью. Здесь будут главы. Это села, точнее, станица Новодеревянковская. Вот на такой вот площади памяти. Сегодня 22 июня, да. Дата памятная. Алексей с поселка Комсомольца, художник, делал бюсты вот этим героем Советского Союза. Гуденко Павло, художник. И Кондруцкий Алексей Иванович. Вот этим вот героем Советского Союза он делал, изготавливал памятники, бюсты. А рядом здесь церковь, вот, строится давно уже, но никак не достроится. Вот такая большая площадь славы. Станица. Мы сейчас вот собрались, здесь как раз Александр. Алексей непосредственно скульптор. Это вот те произведения, которые бюсты я вам показывал, это его работа. Он у нас комсомольцы в поселке живет. И сам является комсомольцем, правильно? Я, ну, уже, вроде, комсомольцем далеко. Вот, Лилия, у нас руководитель творческого... Международного творческого объединения. Международного творческого объединения. Да, да. Город Егейский. Вот, ее знают все практически. Город Егейский, ну, кто такая не знает. И не только знает Егейский. Да, все художники. А вот Люша рассказывал, что ты получила... На днях получила бумагу за вклад в мировую культуру. Во! Из Италии и Германии. Вот, вот это вот уже... Ну, это высокие почести, конечно. Да, ну, вот такие. Так что непростые ребята остаются. Все непростые. Я сделал сейчас, 17 июля, будет открытие памятника в военном училище. Я сделал четыре бюста. Герои Советского Союза. Герои Советского Союза. Вот. Герои в России, в общем, известных людей. Ну, твою мастерскую я лично видел. Там у него творческая атмосфера такая. Правда, в этом... За сценой у тебя такое... Ну, так, хорошее место. Хорошее место. Большая мастерская. Такую мастерскую еще не найти. Найти надо. Найти надо, да. Ну, да. Так что у нас в 17-м мире будет открытие. В Минске тоже будет. Не позволишь. А там, я не знаю, ну... Ну, и посидели, пообщались, а он говорит, а у меня есть куча осколков. Это вот сейчас Александр рассказывает, как пришла идея создать памятник. А, вон он стоит, Ромка, да, вон поисковик. Куча металлома, говорит, завадьбу. Не говорю. Я приезжаю к нему. Гружу в Вольцваген полный, там, килограмм двести. А осколки все фронтовые, вот эти вот? 42-е годы. О, поисковики. Да, да, я поняла. Да. Я их привожу домой, приглашаю главу. Говорю, давай, вот есть осколки, давай сделай мемориальный взрыв. Взрыв. Я не против, давай. Я их пытаюсь обварить, они готовы ржавые, конечно. Что сварка даже. Да, я покупаю, приобретаю 25 литров кислоты и вот это все травлю. Начинаю сам варить. Блин, это надо подержать, поварить. Очень тяжело. Приглашаю одного друга, приглашаю третьего. И бы в трех, три дня в упор. Кошмар. Это сварочные работы были такие. А потом военнофорка, смотрю, там у них плита и две каски. Я начинаю с каски искать. А теперь, да, есть у нас, привозят. Одну русскую, одну немецкую. Ну, куда я ее, говорю, прицеплю, эту русскую немецкую. А ты болгаркой обрежешь? Я говорю, да нет, форма совершенно другая. Друзья привозят с Ельска. 56-й год каски. Я их обработал, покрасил, прикрутил. Другие поисковики, там, гильзу дали, я ее прикрутил. Сбоку просверли отверстие, чтобы водичка выбегала. Все артефакты военные, так сказать. Да, все, то есть артефакты все настоящие. Ну, настоящие, конечно. Ну, решили плиту, плиту с надписью. Тут уже всем миром писали, и те друзья, которые и поисков, они вот это все делали, устанавливали, и плиту эту делали. Все ясно. Ну, и сегодня открытие. Да, сегодня, конечно, печальная дата. Да, 800 лет назад. Начало войны. Вот смотрите, какие порезанные, острые, очень горденые, тяжелые осколки. Мы начинаем мероприятие. Войны начинаются внезапно. Входит по границе тишина, а потом обвал, и сразу пятна красные. И вот она, война. Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, в 4 часа утра, без объявления войны, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, фашистская Германия напала на нашу страну, атаковала наши границы, подвергла бомбежке наши города и аэродромы. Началась Великая Отечественная война. Но в памяти человеческой роковая дата 22 июня 1941 года осталась не просто как дата, а как рубеж. Начало отчета долгих 1418 дней великой борьбы советского народа за мир, за счастье, за свободу. 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в нашей истории. Этот день напоминает обо всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений, ценой у своей жизни защитивших страну. 8 июня 1996 года указом президента России 22 июня – день начала Великой Отечественной войны – объявлен Днем памяти и скорби. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, объявляется открытым. Митинг, посвященный Днем памяти и скорби. 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 ПЕСНЯ Почетное право открытия памятника взрыв предоставляется учащимся школы номер 43 и 44. ПЕСНЯ Памятники – это наше прошлое и будущее, это связь поколений. Они воспитывают в нас чувство любви к Родине и гордость за своих земляков. Мы выражаем огромную благодарность Александру Алексеевичу Скибе за воплощение идеи в реальность и приглашаем его к микрофону. ПЕСНЯ Ну, хотелось бы сказать всем спасибо, что обросили свои сельские дела и пришли сюда. Осколки были подарены нашим землякам поездковой комнатой Рома Боровских. ПЕСНЯ Ну, всего по трошку. Кто-то привез гильзу, наши поездковики, куски снарядов там и так далее. Ну, что получилось, то получилось. Я хотел как лучше. ПЕСНЯ Там остались остатки осколков внизу. Можно взять себя на память. ПЕСНЯ Мы не просто вспоминаем день войны, не для слез и мемуаров вспоминаем. Люди мира вспоминать о нем должны. Мы об этом всей земле напоминаем. Минута молчания. КАВСЕЧА Прошла минута скобного молчания, но с нами остаются навсегда И вечно будут жить воспоминания о павших в эти грозные года. Служим цветы тем, кто, увы, не дожил до победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Осколки можно на память открытия памятника. Все осколки военной эпохи Великой Отечественной войны, именно 1942 года, как было обозначено место. Ну что, друзья, еду домой. Вот так вот закончилось открытие памятника. Ну хочется еще сказать, знаете что, вот я вот представил лето, 22 июня, и ровно 80 лет назад по вот таким подобным землям, вот можно сказать почти по этим, вот фашистские войска перешли границу и начали войну против нашей Родины. Ну все, пока. Пока.